Это большая вещь. США в ближайшее время планируют объявить о готовности американской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил президент США во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом. У нас есть вакцина, которая скоро появится. Она готова. Об этом будет объявлена в течение недели. Она будет распространена среди американцев, сказал Трамп. Минобороны Азербайджана сообщают о продолжающихся боях на различных направлениях в Нагорном Карабахе в ночь на пятницу. Бои на линии соприкосновения начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов. Армения объявила военное положение и впервые всеобщую мобилизацию. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест военное положение. А в Черном море обнаружили новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров. Об этом заявил президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Запасы выявлены на скважине Туна-1. Общий размер газовых запасов месторождения Сакария теперь достиг 405 миллиардов кубометров природного газа. Всего пару месяцев назад в августе Эрдоган объявил, что турецкое буровое судно Фатих обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа с примерным объемом запасов 320 миллиардов кубометров. А в США два молодых енота смогли ночью пробраться в банк города Редвуд-Сити, штат Калифорния, и устроить в нем беспорядок. Как сообщает телеканал Fox News, животных заметил один из клиентов банка, который собирался воспользоваться стоящим на улице банкоматом. Очевидец позвонил в клиентскую службу банка и рассказал о случившемся. Менеджер банка приехал к отделению и вызвал специалистов, которые через 10 минут помогли животным выйти на волю. Еноты явно не желали покидать отделение, посмеялся представитель банка.